Девушки отдыхают 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 и все остальное. Да, да, да. Ну и наушники, гарнитуры. Всякие-всякие гаджеты. Всякие гаджеты. 45 гривен наушники, вкладыши, слушай. Что-то это очень дешево. Нет, тут есть и за 2100 рядом, так что. За 2100 это очень дорого. Я хочу 45 гривен, такие как за 2100. Так можно? На кардачах можно все, слушай. Я знаю, что на кардачах можно все. Ну что, Тчен от команды Хвнатик. На кардачах у тебя на процессоре будет от руки написано Intel Core i7. Intel Core i9, Вася, i9. Причем так и будет написано i9 прописью. Все как положено. Да, да. И сейчас реально будет втюхивать, что топовые процессоры картонные топовые процессоры. Ты просто отстал от жизни немножечко. Тебе докажут, что ты вообще не очень и что вот это то, что тебе нужно. Да. Ну что, Рубик от Virtus.pro и LastPick команды Fnatic нас ждет. У них есть Чен, есть Лондруид, есть Лайфстилер, есть Бэтрайдер. Пик неплохой. Мы понимаем, что нам не хватает героя на суппорт Бэтрайдеру. Лондруид будет сложный, Бэтрайдер будет в миде. Ну, у Virtus.pro в принципе более-менее все понятно. А это лишь рак. Будет у Virtus.pro, Darkseer, сложный, NYX, мид, Phantom Lancer, Rubik плюс что-то. Или же Phantom Lancer, Rubik плюс NYX будет и сейчас герой для Crazy в мид. Сейчас определимся, я думаю. Не знаю, не знаем. А вдруг сейчас Virtus.pro просто всем дадут других героев и все разбегутся по непонятным хеймлайнам. Уже у нас был Иллидан на Винге, только что очень удачный выбор Virtus.pro. Ну, сейчас, видишь, они решили сыграть более дефолтно, без каких-либо выпендреживаний. Вот это, кстати, прям... Да, мы тоже надеемся, что летом снега будет меньше, чем... Чем сейчас, весной, да. Это Support, Alchemy. Это твой револьвер уже начал? Я понимаю, что Virtus.pro что-то знают, но мне кажется, что это какая-то пигня. Знаешь, как раньше было, типа, а давайте пойдем в сетку лузеров, там все равно одни... Там круче, да, вот это клевый план, больше тренировок, больше игр. Вот-вот-вот, почему бы нет? Там адреналинчика побольше, а то так, что... Играем ни за что, кто выиграл, проходит дальше, кто не выиграл, ну, не вылетает. Подумаешь. Видишь, не хватает им острых ощущений. Да, ну так веселее, я всегда знал. Они как, собственно, не понимают, что наши команды на интернешнала сразу заранее падают. Вот как дарера-дарерочки просто, сразу начинать с нуля просто. Правильно, почему бы. Последнее место в группе и все. Вот это вот настоящие наши команды. Да, действительно, у нас будет суппорт, алхимик. Слушай, а куда они побежали так все вместе пятером? В мид на пятером. Не на Рошана Ли. Смотри, Нюкс Ассасин просто настолько быстро побежал, что он не успел скупиться. И вот вернулся, чтобы скупиться. Вот это у Виртуз Проф какой-то план серьезный. Не, они, походу, побежали во вражеский лес. Ну, как-то немедленно бегут и все, передумали они. А, вот смолк. Вот так оно вообще, вот это прикол. Причем первую, да, мы видим, идет Фантом Лансер. То есть, зачем эти Рубику, не ясно. У Рубика, да, телекинез, алхимик уже сразу прокачал ста. Так, это может быть ФБ, а видит Чена, видит Чена, и вампир поднимает Чена. Команда Виртуз Про зарубила Ноутейла. 1-0. Мне интересно, что сейчас кричал Ноутейл. Ну, мы знаем. Раши, ну я бэкхис. Это да. Не, ну че, неплохо, ФБ заработали. По 35 опыта нарыло. Неплохо. Да, уже надо бэд. За крепка больше вроде дают. Чем за Ноутейла? Да. Не, ну если... Не, подожди, смотря на какого крепка. Вообще не котируется. Не, ну просто их тут пятеро было, поэтому... На пятерых, да, ну да, нормально. На пятерых, там бы уже, ну, левел можно было практически получить. Короче, по сути, это ФБ-то толком-то ничего не дало. Ну че, оно дает неплохой буст. Вот кто там его убил? Никс Ассасин. То есть сейчас у Крейзи в Миде, у него уже есть банка. Офигенно. Так это нифига себе буст. Вот именно это, да, является тем плюсом. Потому что забрал бы, например, какой-то суппорт. Ну че, там лишняя пачка вардов. Кура Грейджиная сразу была бы тоже как неплохо. Ну да. Ну а так банка Никсу сходу, это вообще шикарно. Тем более, что вот в Миде он будет стоять сейчас против Эры и Флая. Харасировать они его будут очень плотно. Ну в любом случае, Фнатики, я думаю, вряд ли сильно там расстроились этому Ферсбладу. Ничего сверх страшного. Главное, ну там, да, чуть-чуть денег потеряли. Но в любом случае, главное, что Virtus.pro и XP-то они понабирали там сразу на халяву, как за Рошана, грубо говоря. Но Тейв все-таки послабее Рошана на первом левеле, я слышал. Я тоже слышал, что Рошан хороший юнит. Смотри, что творит Санта. Вытягивает на себя, просто специально поймал пять стаков Санта. И сейчас вылетает Кси просто внезапно и взрывает прям Хани. Вампир подымает его. И это... Лайс Тиллер в Миде убил Никса. Что-то не помогает особо банка. Тут сейчас Хани вот нормально колят. И да, серьезные проблемы у Хани. Должны заколоть. Да должны. Санта забирает этот фраг. Ну и 2-1 ВП в Миде убили Никса. И вот мы понимаем, что банка была, это было хорошо. А вот сейчас вот толку никакого. То есть по сути все преимущества. Да опять же, на тебя кидают Open Wounds. Проблема у Хани опять на топе, смотри. И подымает его НС. Ой, да ладно, Хани, да что же такое? Два минуса подряд. И еще и у Нутейла будут траблы. Ну что, это не может ХП у Кси. Это не самый лучший вариант. Сейчас Миде начинает накручивать. Пытается взорваться. И не получится. У него Нутейл его убивает, собственно. 3-2. Слушай, клевое начало игры вообще. Там типа самое противное из этой всей ситуации. То, что стан ты получаешь в любом случае на Миде. А может, да, даже если дамаги не получишь. А у Найкса рейдж есть. То есть Найксу пофиг на твоей карапасе. У тебя все равно будет грызть. Демоджи, кстати, у Найкса там побольше. Ну да. Порядочно. И видишь, он крипов перебивает очень серьезно. Такие у Найкса сейчас 8-5. 5 крипов у Крэйзи. Ну, из-за того, что Найкс стоял даблой, практически одинаковое количество имеет. У меня, кстати, не показывают, что это за сундук. У тебя показывает? Где? Нет, тоже не показывают. И Айрон Брэйдж. Айрон Брэйдж. А мне не показывают. Тебе не показывают. А, у тебя это дота с секретом. Угадай, что там. Эра побежал на хайграунд уже за Крэйзи. Но мы понимаем, что нету маны. Поэтому по Тауру он не полез там. Понимаем, нет рейджа. Собственно, капнул бы Крэйзи. Могли бы быть проблемы. Ну вот сейчас выходит алхимик внизу на Трикси. Залетает в Трикси копье. Начинает раскручивать алхимик. Там заехал очень-очень больно. Мне кажется, подержал бы полсекунды дольше. Было бы больше толку. Но, видимо, все равно. Вторым копьем Элидан добивает противника. Ну вот суппорт алхимик. Вот так вот выглядит этот самый суппорт алхимик. Со станом. Ну вот, что качнет на 3-гем-левеле, мне интересно. Стан, да, стан. Конечно, конечно, стан. Будет максить стан. Там хорошее время действия. 2,5 секунды. Это еще и АОЕ. А дэмэджи тоже 220. Немало, скажем так. Тут прикол в том, что у фнатиков вардов нет. У них один вард по миду. То есть они не видят передвижения вообще никак. Вот Нотейл в спину заходит сейчас Санте. А Санта уже рядышком под своим тауром. Ну вот сейчас крипов-то поживает. И смотри еще, и Санта побежал нападать почему-то. Он какой-то вообще вык. Нотейл-мид. Нотейл. Ну и что, у Эры есть рейдж. Сейчас будут цеплять Крейзи. Ну и Крейзи тут умирает. Должен, по крайней мере, умирать. Крейзи копает двоих. Крейзи живой. Нотейл не смог его добить. В итоге фнатики не очень-то удачно все получилось. Хорошо копнул, хорошо очень копнул Крейзи. По двоим он попал под копом. Ну и красавчик. Вот у него сейчас боттл есть. Смотри, четвертая минута. Он идет за Нотейлом. Сейчас за руной. Нотейл будет забирать Хейст. Тут под коп. Достает под копом. Ну, ману хотя бы выжгет ему напоследок. И все. Или нет? Не хочет ману жечь. Потому что беда у него. А, там Эра подошел. Что, будут ванды? Вандов нету. Стик есть. Можно стик ванды. Нет? Или стик рейдж. До конца ждет стик рейдж. Не успевает рейдж. Ну, что ж так. Стик успел, рейдж не успел. Но в любом случае здесь, собственно, конечно же, крейзи. Никуда не христили. Стратежно, да. Но все равно там Хастон у Тейла. Подставил стратежно. Да, очень вовремя, кстати, поражал. Но в любом случае, третий фраг в Найтике зарабатывает. 4-3. Счет в пользу Virtus.pro. Ну и самый главный плюс, наверное, российской команды в том, что фармит или дан. Ну, здесь никто не фармит. Здесь Найкс, мы видим, дерется. Там, война. Еще там что-то. А тут спокойно Phantom Liner бьет крипов. Все хорошо. Нет. В центре опять у Virtus.pro проблемы. В прошлой игре у них были проблемы на миде. Сейчас у них проблемы на миде. Везде у них проблемы на миде. Везде проблемы на миде. Да. Так, что у нас еще? Ну, пока тишина на карте немножечко. Я смотрю. Следующий у нас... А, следующий у нас Empire Mouse, да? Да, кстати, победитель этой пары попадает на победителя пары Liquid No Tide Hunter. Который будет играть завтра. Да. А победитель Empire Mouse сегодняшнего вечернего матча попадает на победителя пары Dignitas Rock Skis. Вот Dignitas Rock Skis будет в пятницу. Да. Вечером. Вечером. 20 С, то есть 21 по Киеву, 23 по Маске. Я поздний матч немножечко такой. Будет в пятницу. Это его уже будет Каспер комментировать. Смотри, Кси на топе-то затаился. Он хочет убить Хани. Но Хани не так прост. У меня вот этот баг, он меня вымораживает просто. Смотри. А, у тебя уже его нету. У меня цифры съехали влево. Видишь? А, да-да-да-да. Бывает иногда такое. Так может у тебя и с надписью этой тоже был прикол? Ускоряет Кси. Кси побежал на Хани. Хани пытается ныкаться. Получает стан. Практически на фулл дэмэдж и огромные траблы у Хани. Он летит. Кси как проседает. Лол. Еще и крипы подстопили. Бочка. И почти минус. 23 хп остается. А что же он так проседал-то? Потому что у него два вармора. Да-да. Алхимик вот так же как и Doom. Понимаешь? Он вроде толстый и большой и страшный. Но Санта нашел, но его тут No Tail немножко погладил по спинке. Заставил Санта куда-то убежать. Ну, сейчас по-прежнему 4-3. Снизу здесь Медведь уже с иллюзиями дерется. Кстати, какого левела у нас уже Phantom Lacer? Шестой. А Медведь же тоже шестой. Ну, тут мы видим... Медведь в этой игре немножко поуспешнее. Того Медведя, которого мы видели в прошлый раз. Не, ну что, мы видели, что этот успешный Медведь тоже получал по щам, когда выходил Алхимик. Так что тут все так достаточно равноценно. Phantom Lacer-то один тут стоит. Ничего, конечно, он противопоставить Мишке пока не может. Посмотрим, чем закончится. Иллидан тем временем уже в Транквилы. Ну, Крэйзи в миде тем временем. Минус Крэйзи. Что там, Крэйзи умирает? Беда. А, живой, живой, живой. Ушел в Виндете. Кси, конечно, очень плотно залез. Тут подкоп отличный от Крэйзи. Ну, и очень хорошо все сделали ВП. То есть уходит Крэйзи, уходит Виндетту в самые нужные моменты. Тут же, тут же Кси вместе с НСом выскакивают. Пятый фраг Витус Про. Ну, на этот раз мы видим, все-таки подсобрались, ребята, после поражения в прошлом матче. Причем активно, активно так подсобрались. И дела пойдут у них получше, я думаю. Так, вот Алхимик, кстати, смотри, у него был стан на 2, тучку теперь он на 3 вкачал. Теперь минус 5 армора. Си, как раз вот от Фантом Лансера очень неприятно. То есть Фантом Лансер там нормально будет пробивать. Да, и вот суппорт Алхимик-то, оказывается, может быть очень-очень даже полезным. Ну, пока что да, пока что от него действительно есть толк. Посмотрим, что там дальше будет. Что дальше он может быть просто там каким-то пушечным мясом. И действительно пользы команде не приносить практически никакой. Пока что все окей. Что у нас? НС находит Флая, отправляет его на базу. Флай, естественно, не догонит уже НСа. Слишком далеко тут находился. Крэйзи есть, у него уже виндета. Только-только откулдаунилась. Можно куда-то ворваться. Я думаю, что они здесь стояли не просто так, да, с НСом. Они, наверное, планировали как-то выйти на Трикси. Может быть, может быть. Почувствовал. Причем сразу почувствовал, что что-то тут не так. И уже под Трикси плотно-плотно прячется. В виде ЭРА с ДД. Не очень весело ему в тучке, да. Сейчас видят Виртус Про, что Мишка атакует. Значит, Мишка оригинальный тоже где-то рядом. Забегает Крэйзи. Подрезает Трикси. Но тут Трикси приехал, судя по всему. Сейчас будет и телекинесса, и копье, и все что только угодно. Даже без НСа разобрались. Просто фейтболт от НСа забирает еще один фраг Крэйзи. Ну и можно Тауэр забрать на топе. Это Траблы у Санты. Нет, это не Траблы у Санты. Тут не успевают его никак поймать. А вот здесь Виртус Про должны забирать Тауэр. Ломай вишечку, ломай. Есть фортификейшн. Будет ли какой-то сейв? Если прилетит сюда Медведь, то вряд ли у него одного получится. А дефить, хотя, может быть, и получится. Вот Виртус Про крипы закончились. Ну, вышку хорошо здесь пробивает. Я думаю, мы должны здесь забрать. Да, может быть, даже и убьют. Но да, нет фортификейшн. Никто сюда не летит на минус тавер. Заберет ли его Иллидан. Для Иллидана это то, что... Ах, не забрал Иллидан. Почти, почти. А у него в любом случае уже практически есть диффуза. Ему осталось на рецепт насобирать. Хотя, если бы забрал сейчас вышку, то, соответственно, денег нужно было бы поменьше значительно. Хотя, в любом случае, вот еще пройдет где-то минутка... Минутки полторы, у него уже будут диффузел блейдс. Смотри, Нотейл вышел на Крэйзи. Хорошо подстанил его. Крэйзи даже скоропассировать, походу, не успеет. Проблемы также должны быть здесь у Флая. Флай проседает очень сильно. И хорошо. Хорошо Санта поставил стенку здесь. Все остальные должны разбегаться. Нотейл зажал сам себя. На Нотейла просто забили. Вот Кси идет сюда. Его заметили сейчас. Да, залетает. У нас там торнадо. Кентавер. Смотри, как себя просто окружил. Крепами не дает подойти. В любом случае, здесь же Иллидан должны убивать всех натиков. Минус Нотейл и Эра в рейдже пытается бежать. Там через 2 секунды будет копье у товарища Иллидана. И прям как раз закончится рейд, и будет и стан, и копье, и все вместе. На! И Шакпорт подстанил Кси. Но в любом случае, отличная игра от Virtus.pro. 9-4. Убили они троих. И ВП выходит вперед. Причем довольно активно уже. Уже заметно у существа. Да, я думаю, оно и на графиках должно отображаться. Действительно, это так. Там 3000 по деньгам, 2000 по опыту. Да, и мы видим, что действительно сейчас в драках посвободнее себя чувствует команда ВП. Приехал Ханни, ага. Fallen'Row Sante. 10-4 команда ВП. Как собрались-то, ребята, а? Кстати, купил себе что-то или да? Ну вот, посмотри, графа левелов, и тебе будет понятно сейчас вообще, что происходит в игре. Ох, отлично. Топ-4 мы видим, не считая НС, Рубик, а топ-4 левела на карте. Это у команды Virtus.pro. Сильно. Да, причем вот то, что Phantom Lancer сейчас чуть-чуть буст получил. Darkseer мы видим, он уже 10-й, у него уже очень хороший артефакт, у него есть мека. Ну как есть, через 70 копеек она у него уже будет. Ну это очень хорошо, как на 12-ю минуту имеется. Да, 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 они не будут очень сильны, уже не будет такого дэмэджа у фнатиков у фнатиков. По сути, если вообще вот задуматься, у них вообще нет урона в драках вот такого, знаешь, массового прям. Что у них там? Медведь соло-таргет, Найкс соло-таргет, Бэтрайдер, он вроде, да, горит, но он по-прежнему остается соло-таргет, причем он в основном выступает как дизейбл. Да все, получается, по сути, бьют по одному, по одному. Да, да, то есть там единственный лишь рак, который хоть как-то пытается молниями выезжать, у него 2-го уровня молнии, но он сам по себе уровень маленький. То есть он не может сейчас замаксить все скиллы сразу и там как-то очень сильно дико дпсить. Видимо, сейчас еще урсу теряет чен. Пытаться выхилять, опять-таки, Бэтрайдера на топе сейчас, ноутейл не получилось. Это у него пятый подряд в праг зарабатывает Санта и 11-4. И кажется, хоть и не было никаких там, не знаю, драк, каких-то гангов и так далее, просто само по себе преимущество у Virtus.pro уже выработалось очень-очень неплохое. Напомню, что в серии они 0-1 проигрывают. Так что надо им сейчас выигрывать и, собственно, переводить разборки в третий матч. Да, я вот сейчас тоже так призадумался, действительно, о чем фнатики рассчитывали драться вот на стадии там мид-гейма. Потому что скиллов у них действительно серьезных вообще практически нет. То есть тут там Дарк Сир с вакуумами, там Стан, ну, Телекинез Рубика, Бёрст Дэмэдж от Рубика. Никс там, понятно, тоже дофига, но сейчас смотрим... НС, Канавчик! Да, нормально, рейдж украл, очень в тему. И попробуйте меня убить. Да-да-да, неплохо, кстати, учитывая то, что Рубик такой ватненький, пацан. Кси уже восьмой левел, а на алхимике у него еще и медальон. Это вы себе представляете, насколько дофига минус 11 армора получается, правильно? На минус 11 армора пауза сейчас должна у нас быть, что-то там с Санта произошло. Да, ну вот видишь, первая игра была в салат по отношению к команде Virtus.pro. Virtus.pro вторая у нас практически в салат, можно смело утверждать. Да, уже заметно, что в салат действительно. Да, в пользу тех же Virtus.pro. Но вот интересно, что будет на третьей карте. Нет, конечно же, если ВП не допустит каких-то глупых ошибок, не дадут отожраться Медведю, Эре и остальным, там, Бэтрайдеру, Даггер, например, себе купить через 700 копеек, будет интересно опять же выяснить, сможет он реализовать этот Даггер вот с Найксом, они будут залетать, смогут они реализовать или не смогут. Сколько они смогут денег вывести с этого Даггера? Если Бэтрайдер тебе Даггер когда-либо купит. Ну что, там осталось чуть-чуть совсем, то есть вот уже... Суть голды. У него этих чуть-чуть было уже дважды, по-моему, мы два раза его прибегали и убивали, уже 0.4, не очень удачное начало. Ну посмотрим, как оно будет. Да, тут у нас что, Алхимик действительно со своей вот этой медалькой, он такой очень агрессивный суппорт. Вот Винга когда-то была таким суппортом, Винга. Крик-медалька, тоже там минус 10 армора, что-то там или минус 11. Опасная тема. И поехали. Да, а теперь в роли этой же Винги выступает Алхимик. Чем он отличается от Винги? Тем, что у него стан АОЕшный и там ДПС тоже достаточно неплохой. 360 урона максимум, конечно, закинуть его посложнее будет, но все же. Дарксир, если есть Сурджон, то Алхимик нормально может забегать. И, соответственно, пожирнее будет, чем Винга, убить очень сложно. Так что тут выбор, я думаю, такой достаточно очевидный. А, вот Need to Rejoin Skype. Плз Дон Репорт. Нет, нет, нет. Вот пока он не написал, у меня не было желания его зарепортить. Труант. А сейчас сразу аж задумались. Это надо точка. Труант. А, ну да. Такое дебильное слово, кстати. Труант. Я тоже первый раз, когда его увидел в Мирке, думаю, что он вообще означает. Что за бред? Он ничего не означает. Это просто Труант. Все. Эра. У Эры такое символическое значение золота. 6-6-6. Да, сильно у Найкса. Уже 6-6-7. Я не успел 6-6 просто показать. Ну что, смотрим дальше за игрой. Посмотрим, смогут ли Фнатики перевернуть, смогут ли как-то игру более-менее наладить, чтобы в драках там хоть кого-то начать убивать. Мы видим, что по Крепстату в принципе ровненько идут 3 игрока команды Фнатик. Вот Бэтрайдер там. Ну нормально, кажется, у Бэтрайдера. Только то, что у него 0-4, это, конечно, беда. Да, все хорошо, но все очень плохо. Только 0-4, да. Фарм есть. Крепстат есть. 1600 голды. Рано или поздно его опять пойдут. Убьют. Крэзи на Нотейла. До свидания, Нотейла. Вот. Еще и Карапасиме его убил. Да, он просто чувствовал, что что-то сейчас будет. Закарапасировал минус. Стягивает Эру. Эра уходит все-таки. Не стали его цеплять, не понимаю. А, он с телекинезил уже. Да, у Эры там в любом случае опять же это Трейдж. А 1100 хп в Виртуз Про сейчас не в состоянии снести. Если, конечно, Алхимик там на фулл рассказ не даст свой стан, который у него на максимальном уровне вроде бы там 4 секунды. Так, пошел он сейчас за 3х. Или нет? Бэтрайдер. Копье. Стан. Хани. Серьезные проблемы. Никс отлично копает снизу. Да. Просто настолько шикарно все делают, что аж удивлюсь, как это они прошло игру так плотно-то проиграли, а. Ну что, здесь пока Виртуз Про абсолютно никаких шансов не оставляет своим врагам. Дарксир покупает Даггер просто. С жиру бесится Санта, покупает Даггер. Ну что, Даггер хороший айтем. Не, ну это понятно, что Даггер хороший айтем. И на Дарксиром тоже неплохо. Первым Дарксиру, не, ну да, нормально, впрыгивает. Забегает Алхимик, Дарксир стягивает, Алхимик кастует стан. Да, все взрывается просто. Да, и все реально взрываются. Туда еще там Рубик, потом кого-то телекинезит, туда же роняет. Что там еще такого? Никс туда копает по всем. Просто. Надо, короче, написать из ФРО, чтобы Вендетта била по АОЕ. Да, да. Не, а Баттлфюри надо Никсу просто, и все. Да, тоже вариант, и все. Ну что, на топе пока один Элидан, мы видим здесь Крейзи, у нас находится тоже в Чужих лесах. Мидиа, Эра. Восьмой левел, Эра. Очень все плохо у Фнатиков. НС, Рейдж бежать. Ну и все нормально. Сейчас, впечатляю, еще опять-таки заманивал на кого-то. Санта, побежал, побежал. Санта просто куда-то. Медведь. Медведь, боже, что у медведя есть? Медведь есть фызы. Ну и 1400. Такое, скажем. Эра под минус армором. Здесь же ноутейл. Эра понимает, что не весело здесь. Так. Крейзи сейчас найдет флая, скорее всего. Да, вот он уже заходит в спину. Сейчас лишь раку. Там начинается драка. Сзади уже подкрадывается сейчас. Ай, Никс. И Чен хорошо выхиливает. Крейзи. Ой, может стрять же Крейзи. У него нету виндетты. Сейчас будут ванды или корни. А, вот так вот он решил сделать. А сбить-то. А, есть все-таки Чен. Там Крейзи немножко ступанул. Он мог флая и так убить. Он не кастанул моноберн. Анимация не прошла. То есть он лапками махнул и нажал мув. А моноберна не было самого. Поэтому успел Чен подлечить флая. Ну и вот они два фрага подряд зарабатывают фнатики. 13-6. 17-ая минута игры. Да, конечно, такого лучше не делать. Там Медведь, опять же, и Лайфстиллер. Они могут не простить потом в дальнейшем. Эх. Ну что, смотрим. Фнатики спокойно забирают Рошана. Я думаю, вряд ли команда Virtus.pro будет им в этом мешать. Санта-то здесь, конечно. Он, конечно, с даггером. Но врываться туда, понятно, что это бессмысленно. ВП пытается забрать Тауэр. Так, нашли Трикси. И проблемы огромные у Трикси. Он летает и еще и получает. Тут Станчик получает. Фейтбол, копье, минус Трикси. Да, тут это время Рошан умирает. Почти вытянул. Почти вытянул. Чуть-чуть. Ой-ой-ой, Флай. Минус Флай должен быть. Флай пытается дать стан. Дал же Стан, Флай. Но все-таки умирает он от Стана Элидана. Нес здесь тоже умер. Кси до конца за Мотейл. Санта тоже умрет здесь. Эра даблкил. Ну, настолько эпичный был даблкил от Эра, что даже музыка заиграла, да. Ну, Кси Ноутейла тут убивает. Да, конечно. Сейчас будет накручивать еще один стан. Лол, Кси! Побоялся Хани, что ли? Да, побоялся Хани. И правильно сделал. Один стак уже есть. Там Хани его уже не отпустит, мне кажется. Ну, 15 стиков еще имеется. И Лидан рядом. Все нормально. Тут еще можно убивать. Ой, лол. Ну, Хани такой самый... Хорошо и копает его. Ну, иллюзия должна добивать. Там Хани. Хани дерется с теми. Да ладно, иллюзия добивает. Одна секунда оставалась в действии иллюзии. Да. 16-9. И Курьер, кстати, вот лежит мертвый. Это Виртуз Прошный, нет? А, не, Виртуз Прошный реально. Вот Хани Фнатиков просто такой же. Я знаю, что НС юзает этого Курьера. Так у Фнатиков такое же, вот что дело. Да? Да, да, да. И там был рецепт на диффуза. Вот так вот. Не, подожди. А, на вторые диффуза. Да, на вторые, на вторые. Собственно, потому что первые диффуза я в драке видел. Вот, собственно, 7500 осталось. Вторые диффуза пока у Иллидана не появляется. Но в любом случае, по деньгам мы видим 6500 голды по XP. Ой, было 7500, осталось 4 всего. Ну вот, Эра подошел. А иллюзии не получал. Ну и с Виртузем не очень у него идет тут война. Ну и идет, но, скажем так, иллюзии посильнее будут. Да, так просто он маны очень сильно много сейчас потерял. И вроде армлент он как обузе там включает, выключает. Но сейчас вот подойдет Энесс, поднимет его, залетит. Да, копье, там стяжка, Эра минус. Хотя у него... О, смотри, выкидали Битрайдер здесь. Да ладно, Энесса что, убьют? Да, Энесса убьют, но нет, Эра первый умирает. Энесса убивает, вот он флай. Ну что, Эра после Эгиса живой. Будет ли вгрызаться в Санту или в кого-то. Санта убежал уже. Здесь же бегает Иллидан. Все. Такое, разменяли Айгис на одного игрока команды Virtus.pro. Не самый лучший размен для Фнатиков сейчас произошел. В No Tail в таверне. Да. Он смотрит дальше, как будут дефить Фнатики. Потому что им надо играть от защиты, это факт. Фнатики, это понятно. Они сейчас сядут, будут фармить, 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 фармить. Но опять же, Фантом Лансер очень хороший герой. У него сейчас очень много денег. По личному зачету он действительно занимает первое место. У него 10,5 тысяч. Всего 6800 у ближайшего преследователя Эра. То есть 3000. Даже 4 практически. Вот 4 тысячи, да. 4 тысячи сверху Иллидана. Это огромное количество денег. Это реально лишний слот. Опять же. А слот это очень много решает. Фнатики заходят в спину и ауткому и куда, непонятно. Причем втроем они почему-то. Одного троля не было, собственно. У No Tail за игру постоянно урсы кентавры. Не очень это весело. Видят алхимика, алхимик видит их. Все, маяки поехали. Что здесь они, здесь они. Так не, как их там мог алхимик видеть? Ой, ну Крейзи убивает вард. Нет, не убил он вард. Копнул, правда, No Tail. А из No Tail стан получает он там минус 11. Санта отлично прыгает. Проблемы у Эры будут или нет? Нет, не будет проблем у Эры, будет проблем у Флая. Быстро они его убили. Ну и хорошо реагирует в ВП. На то, что Крейзи поймали, сразу же делают 2 минуса. Так, я сейчас хочу высмотреть, что вообще происходило. Драки были, серьезные. Драки. Пацаны дрались. Ну что? 19.11. 21-ая минута игры. 7500 ВП. Икспа, 4000 ВП. Все очень хорошо у Virtus.pro. Надо, главное, не делать ошибок. И, собственно, уклон в Phantom Lancer понятен. Phantom Lancer, кстати, медведи. Смотри, что он делает с вышкой по амиду этот Phantom Lancer. Да, это даже не он, это его иллюзия. С одного захода он снес ей ровно половину здоровья. Кстати, медведя давно я не прокликивал. Но мы видим, что есть у него айлстром, 200 голды. То есть, ну, могло быть и намного лучше. 0.3 стат. 0.6 Бэтрайдер Байхани. То есть, там много таких фидочков. 0.6-0 Иллидан. Ну, Тейл пока еще без меки. То есть, Чен, который до 22-ой минуты еще и без меки. Это, конечно, прискорбно. Ну, так бы достаточно большое количество дэмоджа можно было абсорбировать. И, в принципе, весь тот проказ, который выдают Virtus.pro, они бы не имели с этого никакого профита. Ну, мы видим, затягивает, но вот, Тейл, появление меки. Ну, где-то должна. Вот 450-350 голды осталось. На этот раз, я думаю, Жакупит. 4-5-5. То есть, более-менее Чен активен. То есть, есть и фраги, и не умирает. Там слишком много, скажем так. Хотя 5 раз много. Ну, пошел искать ворды с гемом. Отличный комментарий к записи. Ювентус. Что Ювентус? А, ты Ювентус. Точно, Ювентус. Сам баг. Некоторая сумка. Сумка УНС. А потом Жучок УНС. Потом Багет УНС. Потом Багет УНС. Вообще, непонятно, что у него там. Сумка, Жучок или Багет. Или Жук в Багете, например. Да, 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 да. Это вообще страшно. Прикинь, ешь Багет, а у тебя там Жук. Это ужас. Ну, зачем ты так? Теперь каждый раз, когда буду есть Багет, я буду думать, что у меня там Жук. Я, кстати, люблю Багеты. Я, помню, дома сидел, мне было нечем заняться. Я купил здоровенный Багет. Сделал здоровенный ходок? И просто там два помидора, так, кольца. Понимаешь, так помидоры ряд, там, салат, там, буженинка. И вот это все так с майонезом. И я его ел целый день, реально. Вот я его тупо целый день ел, сидел. Да, я отвечаю Сергею, который спрашивал, мудак ли Каспер. Да, Сергей, Каспер, мудак. Я, кстати, тоже голодный, так что я... Так что ты мудак, да. Смотрим дальше. Тори, Баг с Илл Тракинг. Что? Короче, с иллюзиями у него Баг был какой-то. А-а-а, я понял. Ну, бывает, бывает. Может, он больных отслеживал, я, правда, не знаю. Я тоже, я тоже сначала Илл Тракинг, думаю, так, отслеживает болезнь. Чего у него с болезнью не получается-то? Я тоже не понял. Не может он следить за своей болезнью, что ли? Трипак так плотно вошел в жизнь, что ли? Забирает здесь у нас Т1 Тауэр. Кстати, слушай, Лешрак где-то отъехал. Загулял Лешрак в центре. Просто в миде, да. Быстренько, да, Никс, подгрыз. А вот на месте Фнатиков я бы так опрометчиво не тусовался на Т1 Вышке. Посмотри, сейчас ТП есть. Да, они-то ее забрали. А Виртуз Прон не хотят ли забрать здесь вообще-то сторону? Они-то могут это сделать. Так, понимаешь, там пока Фнатики ТПшились, Вышку практически уже забрали. Виртуз Прон. Там эти телепорты полуторачасовые. Конечно, да, беда. Вести ХП у Тауэр осталось. ВП, конечно, уходят. Они не хотят рисковать. Они были без Дарксира. Но в любом случае неплохо так прохарасили. И понимают уже Фнатик, что лучше далеко-то не гулять. Тогда там в центре Вышка Коцаная наполовину. На ботом лайне мы видим, да, вообще 200 ХП. Так что любой следующий неудачный мув со стороны Фнатик может быть достаточно дорогим. И может стоить им стороны, а то и двух. Это, конечно, не айс для них. Может быть очень-очень плохим. Да, да, да. Ну и что, Фнатики тусят пока в миде. Ну вот они уже поняли, что они, ну, в этой игре явно, вряд ли, всплывут, скажем так. Им надо, вот тут сейчас, тем временем, пачка иллюзий идет добивать Т3 просто. Причем вот гем, который они отобрали у Крейзи. Или что? Нет, подожди, как отобрали? У Хани гем, у Нотейла был. Все правильно, ни у кого они его не отбирали. Но владелец Виртус Про Крейзи. Да? Ну да. Значит, они его рано или поздно... Ага, я думал, они его купили. То есть он все-таки был когда-то выбит у Крейзи, когда он умирал вообще в последний раз, не помню. А вот, кстати, он на кулдауне еще две минуты, да, у команды Виртус Про. Так что вообще свеженький. Свеженький. Фнатики поехали, кого-то искать. Ну, кого ты так найдешь? ВП уже здесь, вот в своем лесу. Так, заходит сюда Найкс. Залетает Бэтрайдер. И никого нету. Ну вот. Да. Спалили здесь ВП. Вари, спалились ВП, спалились Фнатики. ВП спокойно отошли предусмотрительно по Т2 Тауэр и ничего не произошло. Гениально. 2 800 алхимика. Не знаю, что там будет следующее у него. Может быть, Кирасу все-таки попробуют собрать, чтобы вообще за минус арморить всех. Как вариант. Ну вот как там, НС тоже говорил или не помню, или Смайл. Если можно что-то обузить, надо обузить это до конца. Есть минус армор. С минус арморами все просто шикарно. Санта! Санта слишком рано залетел. Видим, сейчас Си не успевает. Хотя... Вроде... А, не, не полетел. У Нотейла была мека, у Нотейла был ульт, но он умер. Флайд тоже умирает. Я думаю, тут понимают в Натике, что их суппорты сейчас это просто... Мясо. Да. Свежее мясо. Весь зоопарк здесь разбивает Virtus.pro. Ну и надо заходить на миды и пытаться сломать сразу две стороны сейчас. Что мид битый, низ не забываем, тоже очень сильно битый. И вот просто иллюзии туда побежали. Отлично контролирует процесс здесь Иллидан. Глифа нету, вот они иллюзии. А снизу уже нету Тавара просто. Ну и две голых линии у Virtus.pro. Надо драться. Надо бить бараки. Я думаю, без проблем. ВП сейчас должны справиться с этим. Ой. Нет, это не учитель. Все нормально. Все работает. Да? Не, я думал, ты просто сейчас, у тебя там что-то сгорело. Не, 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 не. Это пластмасска по кафелю так звучит. А-а-а. Алхимик себе купил лотар. Ага. И Virtus.pro забоялись почему-то заходить по миду. Видимо, ждут Рошана, который поедет через 15 секунд буквально. Это все-таки такой шаблонный, слоупочный алхимик. Да, 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 да. Ну, неплохой у нас суппорт алхимик-то получается. Не, алхимик был классный, да. Но кираса было бы круче. Ну вот, действительно, у него была куча денег. Мог реально купить какую-то кирасу и тупо бегать неубиваемый. Короче, как хочет. ХП-то у него все равно было бы 2000, но зато еще армора дофига. Так, Дезолятор практически есть у Найкса из нескольких сотен. Так, Иллидан с ДД. Иллидан с ДД идет сюда. Стянули двоих Хани, прыгает на Иллидана. Здесь же Эра пытается его грызть. Да попробуй ты его убей, ты что. Там сейчас Иллидан, я думаю, навешает пацанам по щам. Должно быть копье. Копье в Трикси. Трикси отъезжает моментально. Это минус 2 и это ГГ. Да, пишет ГГ команда Фнатик. Мы переходим к игре номер 3. Виртус Про. Действительно, красавцы. Ребята, пауза у нас между играми будет очень короткой. Вообще короткая-короткая. Да, так что рекламная пауза. Мы будем надеяться, что Бах нас не будет сейчас мучить. И как только он нам позволит создать игру, он нам уже это позволяет. Мы сразу ворвемся на матч третий между командами Виртус Про и Фнатик. Рекламная пауза, не знаю, 5 минут, не больше. И мы возвращаемся сразу и сразу, как только команды будут готовы.